всем привет дорогие друзья добро пожаловать на канал это долгожданный морской влог я нахожусь в гостинице бухареста на часах 3 часа утра я выдвигаюсь в аэропорт буду лететь на работу погнали вместе так вылет у меня в 6 утра на амстердам регистрация уже началась так 62 65 все погнали заодно сейчас дам багаж и можно будет попить кофейку все билеты забрал теперь кофе и в зону регистрации короче перевернули весь рюкзак всю технику высыпали не знаю что они там искали но это капец посмотрите весь рюкзак высыпали у меня первый раз такое что открывают рюкзак полностью все достают и еще раз пропускаю через ленту что он там искалась там ни жидкости нет ничего и всю технику перерыл перевернул до 100 под но это как и все раскидал и такой ok сеньки у ссори зачем обычно там допустим когда на наркотики проверяют просто там можно открыть открываешь они постели визуально нету ни жидкости никаких запрещенных там веществ или так далее то есть не ножей не ножниц ничего такого даже ключей там не было а тут полностью начинают доставать полностью все самого низа и у меня то все аккуратненько сложно конечно же короче такое бывает поэтому переживать за это не надо они проверили и все и отпустили смотрели эту целую отдел виде фри с легендарным дракулой напитки вина вот такие вот смотрите полинка это удалось самогон который мы пробовали в отеле такие по 10 евро за бутылочку есть такие вот с ключиком и замочком прикольно это что это карты за 15 евро такая бутылочка 27 но даже такое есть видите оба тоже полинка прикольно прилетел теперь долгий путь за багажом а дальше уже буду встречаться с командой надеюсь в этот раз не будет так как в прошлое что написано что одна лента по факту багаж придет другую ленту вообще смотрим надо быть всегда на стороже багажа пока нету поэтому могу рассказать куда я еду вообще где я буду сейчас работать еду я на тоже судно это psv platform supply vessel что это такое это судно которое снабжает провизии то есть продуктами оборудованием топливом нефтяные вышки то есть обслуживает по сути нефтяные вышки также выполняет разного рода там мелкие задачи но суть я думаю вы поняли обслуживание нефтяных вышек контракт 6 недель будет 11 человек экипаж давайте отвечу на пару вопросов руслана летаете вы на работу за свой гонорар или фирма оплачивает конечно оплачивает фирма потому что она должна как бы донести довести меня с точки а в точку б то есть до работы обеспечить питанием если необходимо сном то есть если я лечу допустим если долгий перелет либо долгое ожидание между рейсами то мне заказывают гостиницу вот и это все не за свой счет также питание то есть кофе так далее тоже все и дорога тоже оплачивает все компании вот приеду сейчас на судно уже со всеми встречусь прямой дела и дальше думаю еще отвечу на пару вопросов багаж уже должны выгружать все иду искать своих и будем ехать уже на судно новые видео с нового контракта с нового контракта Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, пойду посмотрю сейчас и потом свяжемся Каюту чистенькую оставили мне Все в целом хорошо По камбузу тоже нареканий нет Там, конечно, ну, повар каждый сам по-своему раскладывает, как ему удобно Буду наводить там свой порядок Раскладывать все, как мне удобно А в остальном все хорошо Вот сейчас буду доставать свои вещи То, что я оставил И дальше уже пойдем на камбуз Ну что, друзья, знакомая атмосфера? Знакомая ли вам обстановка? Я нахожусь на том же судне Давайте посмотрим быстренько, что у нас здесь осталось Что оставил повар Тут у нас борщецкий Салатики Это обед Гуляш Свинина с овощами Ресец И макарохи Вроде как с соусом песто Так Здесь Нарезочка Мясная, сырная Хорошо Камбуз, как я говорил, уже весь чистый Все хорошо В этом плане все четенько Бисквит оставил Здесь вот она Попадала Во время шторма В принципе, все Как и было На своих местах Некоторые, конечно, переложу Как мне удобно Он убрал отсюда посуду лишнюю Куда положил, еще не знаю Наверное, в тот ящик Посмотрим Так, тут специи Тоже, я смотрю, их Маловато здесь Ладно Это дело такое Как говорится, вкусовщина Главное, что все чисто А в остальном Это мелочи Сухой склад Продуктов Маловато Но есть В принципе Осталось Ну, я сейчас буду делать заявку На себя уже Так Ну, товарное соседство Присутствует Так что В этом плане Все Замечательно Чистенько Все Аккуратненько Да Все чистенько Видите Четко Поморозилки На палубе ничего не лежит Булочки есть Мороженое Мясо Сосиски Рыба Курица Овощички Так Надо будет Сегодня Завтра Посмотреть Что есть Чтобы я знал Что заказать Он записал Остатки На сегодняшний день По продуктам Что у него есть Поэтому Отталкиваясь От этого Я буду делать заявку Свою Сейчас После ужина Наверное Или сейчас До ужина Посмотрю По мясу Что достать На завтра Надо подумать Что завтра Приготовить С Свининой Я наверное Не знаю Ну сделаю Свинину С горохом Вот Чтобы объем Был больше Потому что Ну три кусочка В принципе На 11 человек Не знаю Люди с дороги Плюс еще Обед остался Я его тоже Разогрею На ужин дам Вот А на завтра Надо подумать Что приготовить Достать Разморозить Завтра Замариновать И Будем Врываться В работу Новые видосы Новый контакт Так что Друзья Больше контента Обязательно Пишите Что вы хотите Посмотреть Блин Тут такое эхо Когда Этот Вытяжка не работает Такое эхо Капец Вот Пишите Что вы хотите Посмотреть Какие рецепты Вы писали Что Больше Делай Не только Рецепты А Именно Показывать Судовую Жизнь Рабочие Моменты Если вам Это интересно То Обязательно Буду записывать Побольше Рабочих Дней Вот То есть Рабочий день Судового повара Морской Влог Это все Тоже будет Рецепты Тоже будут Судовые И Отталкиваясь От ваших Комментариев Будут Темы В видео По вашим Просьбам Сейчас посмотрим Что у нас Здесь На спаде Здесь У нас Водичка Молоко Осталось Longlife Туалетная Бумага Ну и Лишний Инвентарь Например Который Не используется Хлопья Вот Так Пойду Переоденусь Разложу Вещи И Буду Раскладываться Что ли Буду Раскладываться Перекладывать Все Как мне Удобно Покажу Вам Тоже Что у Меня В Скрутке Что Я беру Собой Из Инвентаря Личного Это Уже Может Будет В Завтрашнем Дне Завтра Сниму Полноценное Видео Рабочий День Судового Повара С Завтрака До Ужина С Рабочими Моментами Может С Рецептами Не знаю Как Будет По Времени Потому Что Самые Тяжелые Это Первые Дни Пока Ты Все Разложишь Пока Настроишься На Работу Вот И Погнал Я переодеваться Так Я уже Переоделся Хочу Сказать Вам Следующее Вот Приятно Возвращаться На Камбус Когда Здесь Чисто Ну Вот Посмотрите Ну Красота Ж Почему Так Каждый Повар Не Может Делать Уезжая И Оставляя Смену После Себя Я Вот Не Понимаю Сейчас На Ужин Я Дам Гуляш Думаю Разогрею Рис Как Дополнение Сделаю Свинину С горохом Как я уже Говорил Тунец И Картошку Запеку Вот Так что Сейчас Буду Все Подготавливать Потихоньку Еще Где-то Навожу Порядки Ну Относительно Того Что мне Удобно Вот А так Надо еще Поискать Где все Лежит Ну По мелочи Такое Там Тряпочки Губочки Такое Тряпки Там Есть Наверное Полотенца Он Постирал Вот Такие Вот Там Было Много Их Но Надо Будет Заказать Еще Плюс Мне Надо Будет Оформить Провизию Сегодня Завтра Буду Писать Провизию Отправлю Ее На Днях Чтобы Ее Привезли Сразу Потому Что Заканчивается Молоко Заканчивается Вода Плюс По Мясу Там Где-то Примерно На Недели Две Прям Впритык Ну Овощи То Понятно Что Там Мало Поэтому Надо Все Заказать И Будем Уже Работать В полной Мере Берить Контент Показывать Буду Вам Как Оно Все Происходит Какая Судовая Жизнь Морская Вот Такие Вот Сейчас Виды С Иллюминатора Вот Погнал Работать Так Картофан Буду Делать По Простому Соль Перец Паприка Маслечко И Прованские Травы Либо На Ваш Вкус У У Будет Базилик Орегано Ну И Я Добавлю Укроп Для Аромата Все Сейчас Поперчу Перемешиваю И в духовку Со свининкой Что я буду делать Нарезаю На кубики Обжарю Сейчас На большой Температуре На сковородке Затем Добавлю Свежемороженый Горох И Буду Доводить До вкуса Соевым Соусом Чесноком И Специями Там Соль Перец То есть Ничего особенного Просто Чеснок Соевый Соус Соль Перец Тунец Буду Запекать У меня Уже Порционные Стейки С ним Я поступлю Таким Образом Соль Так Белый Перец И Битый Чеснок С маслом Хорошенько Втираем И Сейчас Еще Сбрызну Оливковым Маслом И В Духовку Буквально 5-7 Минут И Будет Шедеврально Вкусно Быстро Просто Вкусно Все Цвет Появился Закидываю Гроху Все Соль Что Солнеч Сол Варчестер. Битый чеснок. И паприку. Для цвета. Вот такой вот румяный пенец получился. Ужин уже закончился. Я уже почти все убрал. Достал себе продукт на завтра размораживаться. В принципе, на сегодня, я думаю, можно заканчивать. Сейчас пойду разбирать дальше свои вещи. Наводить порядок в каюте. Подготавливаться, скажем так, к завтрашнему дню. Завтра, надеюсь, сниму рабочий день. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Идем к 100 тысячам. Ставьте лайки. Пишите ваше мнение в комментариях. А я пошел отдыхать. Увидимся в следующем видео.